доброе утро это татьяна калашникова мы сегодня с вами будем рисовать новогоднюю открытку это будет елочная игрушка я пила диск чтобы было быстрее нам рисовать этот круг теперь мы как у каждой игрушечки нарисуем вот эту вот часть до 1 2 крепления и вот это вот металлическую завитушечку да так готова теперь мы рисуем к ней петельку и вот здесь вот бантик какой-нибудь бантик мы можем нарисовать сразу линером а можем и не рисовать сразу линером внизу мы потом напишем с новым годом но это будет чуть позже так теперь сам шарик сам шарик мне очень нравится идея такая нарисовать небольшой такой зимний пейзажик внутри нашего шара вот смотрите я заполняю его водой так чтобы немножко бумага блестела видного раз ну и не так сильно чтобы ну ничего кого чтобы не было такого болота заполнила теперь я беру синий который мне нравится и по самому краю пускаю ночное небо если у вас бумага для акварели хорошая и она держит воду хорошо сразу не расплывается то вот это будет отлично сразу такой совет если вы вечером рисуете не ставьте чашку с чаем под рабочую руку вот как я сейчас да потому что кисточку надо не в чате смативать будет хорошо смотрите я добавляю еще немножечко темнее цвет и жду пока он спокойненько у меня будет вот везде-везде расходиться ничего пока не трогаю нижнюю часть я тоже сделаю но немножечко по-другому вот я ее оставлю тут каплю-каплю чтобы она не сходилась да и здесь например у нас будет такая снежная снежный кусочек чуть-чуть я помогу этой краски чтобы у меня небо такое было по спокойнее и сразу смотрите вот это живот я выношу вот сюда вот у меня и также цвет игрушка знаете как выдувается это же стеклодовый и дует они берут такую заготовочку через трубочку выдывают шары а потом для шарика есть такая специальная вну колечка его вставляют смотрит а такой форма отлично поэтому у нас вот эту вот часть аккуратненько срезают потом идет процесс серебрения шаров очень все красиво смотрите небо готово я немножечко хочу вот этот распушить вот эту часть так готова теперь она чуть-чуть подсыхает я пока сделаю здесь нижнюю часть моего шарика она будет в таких же тонах так добавлю того же синего здесь у меня будет такой снежочек здесь поменьше воды немножко и лишнее вот смотрите расплылось правда и небо очень красивая не торопите небо вот дайте дайте тому чуду случится немножко дайте возможность расплыться ему самому так отлично здесь мы нарисуем юночки какие-то избушку посмотрим что пусть у нас пока подсохнет весь наш шарик вот так вот можем сюда добавить там сразу каких-то снежинок или вот еще сюда приклеить украсить нашу игрушечку вот эту часть тоже хорошо бы разукрасить и мы для этого возьмем белила гуашь я беру так чтобы у меня немножечко голубого смылось до чтобы гуашь была чистая и мы можем сделать золотистую вот эту вот штучку золотистым им берем желтый и спокойненько рисуем только опять же если мокрая как у меня да можно взять гуашь она не будет так расплываться из гоши обычно все легко вот эти вот стыки проходят я просто сейчас аккуратненько не буду сильно подходить готова сама петелька и ниточка мы можем ее оставить или на рам провести а можем тоненькой кисточкой у меня тут должна быть точно тоненькая кисточка сейчас я возьму такой вот я думаю будет достаточно и цвет сама петелька темненькая даже пусть черненькая я сейчас возьму так а ниточку можем сделать вот даже красную раз у нас есть такой новый год любого цвета пожалуйста она может быть там красная зеленая давайте нами даже зеленую сделаем дома будет еще лучше сочетаться синим такие два холодных цвета так так и вверх это веревочка моя пошла здесь кончик от нее висит отлично все видно что у меня елочная игрушка и и ничем нельзя спутать то что у меня вылезла я аккуратненько убираю салфеткой все ничего не вылазит а теперь смотрите рисуем новогодние елочки я беру у меня почти подсохшая моя игрушка я беру мою тоненькую кисточку вытираю ее чтобы она была почти сухая и почти сухой кистью набираю краску пусть она будет вот такого же цвета я беру синюю фиолетовую видно вам я взяла синий чуть-чуть фиолетовая и елочки рисую схематически вот очень аккуратно смотрите я провожу она сейчас сама будет пушиститься ее не надо сильно распушивать у меня еще бумага немножечко влажная елочки рисуют вот так вот верхняя часть вверх вверх то там у нас самые молодые веточки эти тоже молодые а вот эти вот будут они уже чуть-чуть когда они становятся больше они начинают потихонечку опускаться и я вот их вот так вот не торопясь до аккуратненько я их спускаю но не забываю что у меня елка не только по бокам она еще и впереди у меня есть так и выше ниже несколько елочек я сейчас сделаю таких выше видите верхушка вверх дальше вверх вверх и вот так вот потихонечку опускаем эти елочные ветки так ну а еще давайте парочку сделаем она будет очень простая открыточка и очень такая оригинальная красивая так и сочек такой отлично и вот здесь вот мы можем знаете что отпустить сюда какие-то следы для следов мне нужно будет взять вот чуть-чуть помыть кисть опять и белила немножко голубого одну каплю буквально и вот у меня сюда пошли следы раз так наискосок пущу и здесь они у меня по больше чуть-чуть дачи то у меня тут следы немножко побольше так и они пришли сюда по елочкой можем даже здесь нарисовать заяц самого маленького какого-нибудь раз так вот так вот крохотуля как вы понимаете если у нас елка такого размера то заяц у нас вообще должен быть крошечный маленький можем тут даже и зайчонка еще одного маленького нарисовать еще меньше уши еще меньше точечка и вот так но тогда у нас будет две пары следов больше 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 так вот такой у нас орнамент теперь я хочу этому всему придать немножечко такое волшебное ощущение снежного такого вечера поэтому я беру немножко сейчас дам беленьких таких гуашек точек а потом опять набрызгаем будет у нас с вами красота красотичная там где самое темное у меня небушка я сделаю тех звездочек обязательно у меня и на елку попадут когда будет уже приобретает такой волшебный цвет теперь беру свою кисточку которая самая жесткая и растрепаная такой вот щетиной пожестче чуть-чуть воды чуть-чуть ваша и мелкий снег так у меня подсохла эта часть хочу немножечко сделать поярче вот эту вот клипсу добавлю сюда оранжевый оранжевый отлично сочетается с фиолетовым два цвета как бы выталкивает друг друга и становится но вот совсем таким прям хорошим но увидеть совсем другое дело так лишнее тут готова если хочется можно какие-то все подписываем с новым годом или с новым счастьем или как вам будет больше нравится давайте сделаем так с новым годом ну давайте красным уже по традиции сделаем нам только вымыть хорошенько можно просто подписать уже ручкой да подбим подбим можем сделать восклицательный знак вот так сердечком вот так я подписываю свою работу если есть желание вы можете еще как-то украсить какими-нибудь снежинками и будет красотища всего вам самого лучшего счастлива пока